Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На портале экзегет.ру с вами Протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем 9 главу 2-го послания апостола Павла Коринфянам. Предыдущая глава была посвящена теме щедрости и сбора пожертвований в пользу иудеохристианской общины Иерусалима и Иудеи. И первый вопрос, который возникает относительно 9 главы, заключен в 1 стихе. Первый стих этой главы как будто повторяет первый стих предыдущей главы. Возникает вопрос, почему апостол Павел дублирует то, что он уже сказал только что. И одно из предположений экзегетов в том, что вероятно эта глава представляет собой автограф. Автограф это когда вы пишете, например, на компьютере письмо, но последние слова, слова приветствия, свою подпись вы ставите от руки. Вот точно так же послание Коринфянам было написано специальным стенографом, который под диктовку записывал, потом набело переписывал этот текст, на что уходили сотни часов. Но вот есть какие-то фрагменты этого послания, которые написаны собственноручно апостолом Павлом, потому что они имеют особую силу. Именно в доверительной переписке с друзьями, где нужно подчеркнуть особую близость, человек пишет от руки. Так же и здесь. Апостол Павел поэтому и говорит, как бы для меня, впрочем, вот сейчас, если я действительно пишу от своей руки, это предположение, но тем не менее, правдоподобное. Итак, писать вам собственноручно о помощи народу Божьему в Иерусалиме не вижу никакой нужды. Я ведь знаю, что вы всегда готовы помогать другим, и хвалюсь вами перед македонинами, говоря, что Южная Греция, Ахая, Пелопоннес, область, столицей которой является Коринф, еще с прошлого года приготовлено к живому участию, и большинство из них были зажжены вашим усердием. Та инициатива, которая родилась в вашей общине, Коринфской общине, получила горячую поддержку, энтузиазм среди других общин. Фактически апостол Павел эмоционально действует на своих адресатов, для того, чтобы им дать понять, что вы же не сможете отказаться от того, что вы сами затеяли. Если откажетесь, то в каком же глупом положении окажусь я? Тем более я бы не хотел оказаться на вашем положении. Настолько невозможно уже включить задний ход, хотя именно об этом шла речь в предыдущих главах. Коринфяне разочаровались или захотели отказаться от участия в этой акции. Братьев же наших я посылаю к вам с тем, чтобы сказанное нами о вас в этом отношении не оказалось тщетной похвалой. Дальше мы увидим, что ключевое слово в этом послании является похвала, хвалиться, гордиться. И для того, чтобы письмо было услышано, апостол Павел посылает делегацию, несколько братьев для того, чтобы это письмо было зачитано, и при этом посланник бы сказал, а вот именно эта часть написана от руки самим апостолом. «Хочу, чтобы вы, как и я, говорили им, были готовы, иначе, если придут со мной македониньи и найдут, что вы еще не готовы, как стыдно будет нам за свою уверенность вас, не говоря уже о вас самих. Я бы не хотел оказаться на вашем месте, я вами так гордился, я рассказывал всем, какие вы прекрасные христиане, какая-то удивительная община, вершина моего апостольского служения, мое рекомендательное письмо. Не подведите меня. Я счел поэтому нужным попросить братьев, чтобы они до меня посетили вас и позаботились о том, чтобы ваш дар, то есть те пожертвования, которые вы уже собрали, та сумма денег, обещанные вами прежде, был заранее приготовлен. Тогда это действительно будет щедрый дар, а не вынужденное подаяние». Апостол Павел здесь употребляет излюбленный прием парадокса. Он говорит, что я вас ни к чему не принуждаю. Но если ты даешь, то давай щедро, по собственному желанию, и только это единственный критерий и смысл подаяния, пожертвования, дара, милостыни. В действительности здесь апостол Павел дает критерий, который и нам тоже в жизни помогает. Например, очень часто люди задают вопрос, нужно ли давать подаяние попрошайкам на улицах в метро, которых мы встречаем в изобилии. Ведь многие из них наркоманы, кто-то алкоголики, кто-то бездомные. Им эти деньги не нужны. И очень много существует доводов за и против того, чтобы подавать милостыню. И апостол Павел здесь дает критерий. Если ты даешь от души и с радостью, то это вот единственный критерий, который либо ты даешь, либо не даешь. Если тебе это не приносит радость, если ты делаешь нещедрой рукой, то не давай. Лучше не давать. И именно этому посвящена следующая часть вопросу, оказывать милость, подавать милостыню, быть щедрым или нет. И апостол Павел прибегает к языку земледельцев. Он приводит пословицу, и она тоже стала крылатым выражением в нашем языке. «Но вот что скажу вам. Кто скупо сеет, тот скупо и пожнет. А кто сеет щедро, тот и пожнет щедро». Действительно, земледелец, который бросает в землю отборные семена, не экономит на этом, он может получить богатый урожай. Если ты экономишь на своей щедрости, то и урожай будет никчемный, если он вообще будет. «Поэтому пусть каждый дает, сколько он сам определил для себя. Притом не с огорчением и не по принуждению. Бог ведь любит тех, кто дает с радостью». Вот другое крылатое выражение. «Бог любит тех, кто дает с радостью Богу. Угодно та жертва, которая сопровождается милостью, то есть радостью. Во власти же Бога наделить вас в изобилии всякими дарами благодати, чтобы вы, имея во всем и всегда достаток, располагали всеми средствами на всякое доброе дело». Бог сам позаботится о том, чтобы восполнить то, чем вы поделились. Поэтому в народе говорят, рука дающего не оскудевает, потому что сам Господь щедр. И если ты в радости подаешь кому-то, то ты становишься руками Бога, который раздает щедро свои дары. И поэтому он сам позаботится о том, как восполнить эти резервы. И дальше идет ссылка на Писание. «Щедро дает он нуждающимся, праведность его, благодеяние его вовек не забудется. Дающий сеятелю семя и хлеб насущный взрастит и приумножит посеянные вами. Он сделает обильной вашу жатву праведности. Вас же самих сделает богатыми во всем, чтобы во всем могла проявить себя и щедрость ваша, которая рождает при нашем содействии благодарность людей Богу». Мысль очень сложная и запутанная, но идея, которую здесь апостол Павел пытается донести, воздействуя на эмоции, на приверженность коринфян красивым риторическим приемам, в конце концов, эта весть доходит до них. Щедрость человека отражает щедрость небесного Отца. И поэтому та благодарность, которую мы получаем в ответ, она также будет приятна Богу, и он позаботится обо всем остальном. То есть, как будто замыкается этот круг щедрости, дара, благодарения, благодати. «Итак, служение, которое совершается вами, не только облегчает нужду народа Божьего, но и переполняет собой поток благодарности Богу». Вот этот удивительный образ, целый поток благодарения Евхаристии, как некое круговращение благодати в природе. И действительно, дела милосердия, дела человеколюбия – это очень важное служение. Почему направляли подаяние и помощь иудеохристианам в Иерусалиме? Как мы знаем из истории, многие иерусалимские общины жили в бедности и нестяжании, и они все свое раздавали нуждающимся, как предписано в Евангелии, и жили с какой-то радикальной бедностью и нестяжанием. Поэтому все время нуждались в помощи. И если о них Бог не позаботится, то кто позаботится о них? Другая причина – это, конечно, 39-40 год, год засухи, неурожая, и в Иудее был настоящий голод, и поэтому нужна была помощь. И поэтому через руки других христиан все христиане с собой через участие в делах милосердия образуют единую семью, единую общину. И дальше апостол Павел приводит очень важный богословский аргумент. Все предыдущие аргументы мы с вами выделили в предыдущей главе, но здесь появляется нечто новое. «Вкусив плодов этого служения, люди прославляют Бога за вашу покорность исповедуемой вами благой вести Христовой и за щедрость, с какой вы делитесь с ними и со всеми тем, что имеете». Здесь очень важно понять, что речь идет не только о том, что иудеохристиан восхищает щедрость, великодушие вчерашних язычников, которые стали их собратьями по вере, хотя и еще вчерашние язычники. В действительности была проблема. Иудеи и христиане, наоборот, отказываются принимать пожертвования и деньги от язычников, поскольку в них все равно это ветхозаветное представление о том, что принимать монеты, на которых изображение кесаря является чем-то нечистым, поэтому возникает очень много проблем. Поэтому, прежде всего, вопрос не в том, что кто-то будет восхищаться вашей щедростью. Вопрос в том, что для этих иудеохристиан, как и для апостола Павла, этот сбор пожертвований будет очень важным знаком о том, что Евангелие услышано. Проповедь апостола Павла имела успех. Через проповедь смерти и воскресения Христа языческие народы становятся сопричастны тем обетованием и завету, который был заключен с избранным народом. И для них это исполнение каких-то пророчеств. Действительно наступает новый завет, потому что те пророчества, например, пророк Исаия говорит о том, что народы всего мира, языческие народы, в Иерусалим принесут свои сокровища. В этих богатых и щедрых пожертвованиях прежде всего иудеи и христиане увидят исполнение этого пророчества. Значит, для них это будет добрая весть о том, что Евангелие услышано и действительно начинается новый завет. Молясь о вас, они всем сердцем тянутся к вам, видя, в каком преизбытке неспослана вам благодать Божья. Будем же благодарны Богу за его неизреченный дар. Собственно, последние слова, которые, как формула Евхаристии, формула благодарения, о том, что в конце концов нужно благодарить не конкретных людей, меценатов, но Бога, который им дал эти богатства, и Бога, который расширил их сердце для того, чтобы они поделились с другими. Этими словами апостол Павел заканчивает свою автографическую часть. Это, в общем-то, вежливая формула прощания. Он прощается со своими учениками, признаваясь им в любви и поручая себя их молитвам. На портале Экзогиат.ру с вами был протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга.